приветствую вас дорогие друзья по моему пятница 18 августа сейчас приду посмотрю до 18 августа я снимаю видео частями сегодня 18 августа может быть видео выйдет не в этот день буду до снимать сюжеты это будет совершенно другой день поэтому для тех кто пишет комментарии когда там церковные праздники что я не знаю церковной календаре я действительно их не знаю наверное это не так уж и страшно но вот был комментарий по поводу того что 14 августа был медовый спас я 15 августа это видео загрузила это не значит что я не знаю такие основные праздники уж эти-то праздники я знаю вот близится 19 августа кстати завтра будет яблочный спас ну да ладно в общем просто знаете что видео снимается частями потом формируется в одно какое-то видео там где-то на полчасика когда я на снимаем сюжетов я потом выпускаю видео сегодня такой же один из сюжетов хочу еще все время забываем рассказать о том чтобы вы все поменяли свои имена на ю тубе очень очень убедительно прошу постараюсь сегодня показать как это сделать это очень легко делается потому что с какого-то времени может месяц назад я не знаю youtube заменил наши имени на тома лена оля валя и так далее на юзер и там какие какая-то абракадабра идет цифры знаки и символы в общем непонятно что и поэтому очень стало неудобно когда вы пишете ваши комментарии я вообще не понимаю кто это мне пишет своих подписчиков я уже знаю особенно те которые активно участвуют в комментариях мария например из германии я ее даже поэтому имени которая ей присвоил youtube узнавала но это исключение в основном я вижу повторюсь за знаки и символы мне бы хотелось все таки видеть ваши имена я постараюсь показать как это легко поменять чтобы мы все-таки были людьми они какими-то символами но не ну вот зачем тебе нужно полить в это помойное нету там укропа нет вчера опять закрывала огурцы и выкидывала всю эту требуху пока не класятся да там хрен укроп выбрасывала в ведро и он это запомнил он обязательно залезет откроет это ведро мордашкой залезет и растащит всю эту требуху по дому я конечно выбросила вчера все это помыла ведро зная его такую такое любимое занятие и он все равно помнит все равно надеется что там что-то лежит моничка там не ничего не лежит вот там потасовка сейчас кузьма ему не а вот ну и в этом сюжете покажу как продвигаются дела во дворе мы уже стали укладывать плитку получается ну так скажем непрофессионально но на твердую троечку пойдет в общем я укладывала плитку сама и прям так думала что у меня так все хорошо получается но тут пришла моя дочка раскритиковала меня мам ну как ты не видишь ну посмотри но здесь бугор там домик там впадина ну так нельзя а я уже столько проложила плиток ну наверно штук 40 наверно положила в общем все это нам пришлось убрать и мы с дочерью она мне показала как надо стали укладывать вдвоем вот поэтому сейчас выйдем я вам покажу что уже получается ну может быть еще о чем-то вам поведаем так что-то еще хотела важное сказать забыла ну ладно значит неважно вспомни у дочери спрашиваю анечка откуда ты знаешь об этом ты же нигде не укладывала плитку она говорит мам я один смотрела канал мужчина там снимает вот именно по плитке почему ее этот вопрос заинтересовал я не знаю она много видео просмотрела и узнала там всяких тонкостях нюансах в общем на самом деле после ее инструктаж после ее мастер-класса более-менее стало все получаться хорошо ровненько ну я говорю на твердую троечку я собрала помидоры не знаю сейчас чтоб не переключаться попробую вон они там видите сколько и внизу еще стоит еще стоит внизу вон кастрюля вот она тоже вся с помидорами вся с помидорами закрою также в общем как это помидоры пальчики оближешь поэтому рецепт другой друзья не хочу попробуйте по моему для засвечиваем вот вот так получше попробуйте обязательно этот рецепт я ссылочку оставляла под предыдущим видео найдете это очень очень вкусно сейчас покажу вам потасовку ну что тут творится у нас а что тут у нас творится драться будете не надо драться надо дружить моника пытался когда пришел в нашу семью пытался поставить себя лидером и у него это получилось а потом через какое-то время то или он зауважал кузьму и его старость ну как старый нашему кузьме 9 лет было в этом году но уже такой солидный возраст для кота вот он стал его уважать и стал ему уступать вот видите даже сейчас вот в этой потасовке он не стал набрасываться хотя ушки были прижаты уже я думала сейчас будет какой-то прыжок выпад но не стал я заметила что как-то отношении моники к кузьме изменилась что хорошо под кондиционером друзья у нас стоит просто жуткая жуткая жара не характерная для августа работать вот только можно утром и вечером ну и спасает зонтик наша я имею ввиду плитку выкладывать там очень-очень жарко в общем давайте пройдем посмотрим но пока я не вышла хочу вам показать все-таки немножко вязание вот моя занавесочка я ее здесь уже примерила видите все окна закрыты все закрыто потому что но очень-очень жарко дом греется и я закрываю даже при включенном кондиционере чтобы ему было полегче все это охлаждать вот сейчас я отойду мне кажется что еще нужно немножечко довязать такая же занавеска как вот здесь вот видите только здесь другая другая пряжа из пряжа ленок называется итальянская здесь кстати тоже итальянская пряжа но здесь в две нити это чистый лен вот мне кажется чуть-чуть немножечко нужно длину увеличить вот прям совсем чуть-чуть а может быть оставить и вот так напишите мне как вы думаете спрашивали про кресло естественно друзья я его не довязала потому что наступило лето наступили строительные работы по поводу отмостки по поводу цоколя там огород пошел ну в общем сами понимаете беседка еще не скоро будет будет зима и конечно же я все это доделаю но сейчас пока вот здесь вот стоит никому не мешает там немножко совсем осталось доделать так что кресло конечно будет доделана к постройке нашей беседки сегодня я опять собрала практически два ведра огурцов вот через два дня хожу и вот такие ведра собираю вы мне там писали что лена вам со временем нужно будет как-то решить вопрос о реализации либо огурцов либо уже готовой продукции я думала друзья уже на эту тему и это очень хорошая тема сейчас овощи и фрукты почему-то стали дороже цениться что ли выгоднее это выращивать закрывать чем содержать допустим там тех же свиней или я не знаю курей и так далее очень дорогие стали овощи и я знаю что в москве люди сейчас уже мало что покупают но не все люди конечно не все многие люди и допустим из лёшиного окружения даже его родные заказывают ну так скажем экологически чистую продукцию у фермеров из сел деревень вот ту же самую консервацию заказываю те то же самое мясо яйца молоко и так далее я тоже думаю на эту тему конечно она будет развиваться эта тема сейчас нужно просто благоустроить двор чтобы было время спокойно заниматься вот консервированием я все-таки планирую закрывать ну там огурцы помидоры какие-то фрукты в банке и находите клиентов для реализации уже готовой продукции потому что огурцы допустим те же самые помидоры ну это все так постольку поскольку я посмотрела в пятерке сейчас у нас огурчики по 67 рублей хотя вы знаете вот 10 килограмм купить 670 рублей а 10 килограмм это но я не знаю ну две полутора литровых баночки если вот так как я их солю набиваю отрезаю жопки внутри полутора литровых баночки в зиму это конечно мало и если так все покупать то купить огурцы купить лук чеснок морковку там какие-то фрукты и все это покупать то поверьте что это не так уж и дешево вот а продукция уже готовая в банках это я считаю что это гораздо выгоднее в общем я тоже думаю в эту сторону почему бы и нет так что вот у меня предстоит сейчас я их замочила здесь у меня лежат вот такие большие я их отобрала скорее всего в общем очищу от кожуры порежу на кубики и заморожу одна подписчица мне написала что вот так вот можно огурцы заморозить а а зимой сделать окрошку но только сразу нужно вот этот порционно заморозить и вот это вот этот замороженный огурец сразу опускать в квас чтобы он там размораживался именно в квасе в окрошке и тогда получается вкуснота а зимой огурцы действительно дорогие так что я вот попробую сделать именно так спасибо вам огромное за ваши полезные комментарии я комментарии все читаю и некоторые прям даже делаю скриншоты чтобы потом не потерять почитать и вспомнить что вы там не писали если он не понравился если я не могу запомнить допустим там название какое-то я делаю скриншот вашего комментария вышла друзья в огород чтобы вам показать что я сегодня обнаружила во первых я немножечко здесь прорвала траву вон там кучака лежит и там куча лежит и посмотрите что я нашла друзья и помея я про нее совсем совсем забыла и помея звездочки она у меня красавица даже зацвела вы мне там писали что эту и помею очень сложно ну то есть она как бы листики дает от цветочки не дает редко у кого она цветет друзья она у меня зацвела моя ты хорошая такая вот действительно елочка так приятно касаться и это можно сказать безо всякого ухода я здесь вот оставалась у меня сетка от ну в общем когда мы цоколь укрепляли вот такая полосочка осталась я ее сюда вот прикрепила и она она стала плестись и вот выросла представляете если ее подкармливать если за ней ухаживать сделать ей красивую опору такой уже и сеточки в общем я ее обязательно буду сажать когда у меня будет ну место и красивая красивый обзор с нашей зоны отдыха обязательно посажу вот эту и помею ну очень красиво друзья согласитесь я думаю что при надлежащем уходе она будет еще краше моя ты красавица очень красивое растение жалко что однолетка вот спускается жара сегодня я пока огурцы собрала пока перчик вот здесь вот травку повырывала пока полила его в общем зашла на минуточку в огород и вышла через полтора часа думала быстро быстро пока жара не спустится будут плитку укладывать ну ладно это тоже нужно делать а вот друзья мы приближаемся моей плитки я уже даже отсюда вижу свой косяк вот там нужно плиточку приподнять вот я вижу сейчас я это сделаю вот сколько рядов мы уже уложили анечка мне помогала и вот эта работа сейчас скажу три дня три дня работы но я хочу сказать что не прям такие три дня усердные прям вот до изнеможения работать нет мы работали отдыхали жару ждали там в доме чем-то я занималась просто отдыхали в доме под кондиционером в общем так скажем не перетруждались вот это три дня не знаю много это или мало но каждую плиточку мы так скажем целуем смотрим чтобы все было ровненько я не говорю что здесь все идеально но когда мне они показала мои ошибки как почему и что делать нужно в общем я все поняла усвоила и вот выкладываю плитку плиточка у нас выкладывается вот с такими маячками они продаются в строительных магазинах и без них друзья никуда я там не знаю не снимала видео как я делала я вставлю вам кусочек может быть вот сейчас видео как я делал есть но а Продолжение следует... 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 И мы постараемся оформить все так, как нужно. Вот здесь вот все будет в плиточке и в цветочках, и в скамейках, и в столиках. В общем, будет красивая зона отдыха. Итак, дорогие друзья, давайте с вами поменяем юзера на ваше имя, чтобы когда я захожу на канал, когда вы пишете мне комментарии, я видела, кто мне пишет хотя бы имя. Вот ваш канал YouTube. Поверьте, у кого нет канала, вы все равно оформляли имейл, чтобы писать комментарии, и все равно у вас канал есть. Вот зашли на YouTube, вот здесь у вас вот такая иконка. Кликаете на эту иконку, и вот здесь у вас появится творческая студия. Я не знаю, может быть, вам нужно загрузить приложение творческая студия, или это сделать на компьютере. На компьютере там ничего загружать не нужно, но принцип тот же самый. Нажимаем на творческую студию. Вот. И вот здесь опять у вас иконка. Вот видите, значок. Опять кликаем сюда. И вот здесь теперь редактировать профиль. Нажимаем редактировать профиль. Вот у меня название канала. У вас его не будет. А вот псевдоним. Видите, я поменяла. Вот здесь у вас стоит Абра-кадабра. Вы нажимаете. А у меня уже стоит вот собака. Можно прочитать. Елена Ситникова своими руками. Это я поменяла вот этого юзера на свое имя. Но нужно, конечно же, писать латинскими буквами. Вот нажимаете, когда у вас здесь будет Абра-кадабра. Нажимаете вот на этот карандашик. Редактировать. И вот здесь вот сейчас нужно вам. Вот видите, мигает. Я уже не буду, ну, как бы менять. Вот мигает галочка. Вы здесь вот так двигаетесь, двигаетесь. Впереди пишите собаку. Потом пишите свое имя на латинице. Он вам там скажет, такое имя уже есть, потому что Олей очень много, Елен много, Татьян много и так далее. Поэтому добавьте себе, допустим, свой день рождения или какую-то букву, ну, в общем, какой-то символ. И потом нажмете сохранить. И все. И у вас вот здесь вот вместо псевдонима Абра-кадабра появится ваше имя. Был комментарий, что женщина написала. Вот я вам сейчас просто зайду в свою творческую студию. Покажу вам, как я вас вижу, кто не поменял имя. Вот видите, собака, юзер и какая-то Абра-кадабра идет там. В, G, 9, X. А вот если вы напишите собака и свое имя, то я, по крайней мере, буду знать, как вас зовут. Вот собака и свое имя, ну, как смешно получается. Могучий русский язык. Это как Аня мне анекдот рассказала. Муж спрашивает жену, где пила? А она говорит, у соседа. А он спрашивает, а что она там делает? Вот и пойми. Пила. А это он спрашивал, пила, это пила, которая пилит. А жена взяла и себя спалила. Вот такой вам анекдот. Так, ну, если вдруг я что-то рассказала неправильно, наберите в поиске... Ну, неправильно или непонятно, скажем так, непонятно. Наберите в поиске Ютуба, как поменять псевдоним на канале Ютуб. Вот. И вам там покажут и как на компьютере это сделать, и как сделать на телефоне. Так что я очень хочу видеть ваши имена, а не вот это юзер.